Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас в 11 часов Артем Филипенко, политолог. Он нам расскажет о ситуации в Украине, о политической, о том, что происходит у нас во власти и что происходит в связи с войной. В 12 часов Инна Тереченко с брифингом «Диалог в Одессе по конструмену сохранения разнообразия». А в 13 часов координатор самообороны Одессы Виталий Кожухарь. В субботу состоялся съезд самообороны области, и он расскажет нам о результатах этого съезда. Сейчас Артем Филипенко. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Безусловно, говорить о политической ситуации в Украине можно бесконечно долго, тем более, что ситуация, реально, будем объективно оценить, ситуация довольно-таки тяжелая. С одной стороны, да, безусловно, есть позитивные сдвиги в антитеррористической операции. Ну, они буквально, говорят, вчера, как бы, вчера украинские войска достигли значительных преимуществ стратегических, по многому, которые могут изменить ситуацию к лучшему. Вместе с тем, если говорить о войне как таковой, потому что все-таки это не антитеррористическая операция, пусть даже формально она так называется, тем не менее, мы можем сказать, исходя, скажем, из тех последствий, которые будет она иметь, это ее можно характеризовать как фактически войну за независимость. Наверное, несколько отсроченную по времени. Почему? Потому что все-таки Украина получила независимость бескровно, беспроблемно. Тем не менее, как показывает опыт, все-таки за независимость необходимо бороться. И необходимо понимать еще следующий момент, который касается будущего нашей страны. Во-первых, даже с окончанием антитеррористической операции на Востоке, сама по себе война или противостояние с Россией, которая является достаточно сложным и очень жестким противником, обладающим солидными финансовыми ресурсами, серьезными возможностями, это противостояние будет продолжаться. Другое дело, что продолжаться оно будет в других сферах, прежде всего информационной, экономической. И Украине в этих условиях необходимо будет решать целый ряд задач фактически параллельно. Это проводить реформы, во многом непопулярные, направленные на слом той коррупционной, коррупционно-энергархической модели, которая сложилась у нас в последние годы. Необходимо будет решать вопросы энергетической безопасности, то есть ограничения зависимости от поставок российского газа. Более того, мы можем сказать, что нам, опять же, исходя из стратегической перспективы, не избежать определенной милитаризации общества. Это означает, что не только увеличение расходов на оборону, формирование качественно новой профессиональной армии, но и формирование значительного резерва для этой армии. Называют различные системы. Это есть, скажем, израильская, цахал тот же самый, есть швейцарская, есть эстонский кайцелит, есть разные модели. Тем не менее, какую-то из них может принять Украина. А это означает, в конечном итоге, всеобщее воинское обучение начинает возрождение той же самой начальной военной подготовки в школах и заканчивая воинской подготовкой людей, которые готовы взять на себя ответственность за защиту Родины. Это, как говорится, о стратегических перспективах. Если говорить о политической ситуации как таковой, то, безусловно, ключевое событие, внутриполитической ситуации, это ключевое событие, это распад коалиции, правящей и отставка, заявление об отставке, во всяком случае, Арсений Яценюков. Если говорить, опять же, о перспективе стратегической, мы понимаем, что в данном случае запущен маховик, уже как бы механизм сам по себе, досрочных парламентских выборов. Шаг этот необходим, альтернативы досрочным парламентским выборам нет. И связано это, во-первых, с тем, что фактически нынешний состав парламента уже не соответствует тем политическим и социальным реалиям, которые есть в Украине после Майдана. Более того, мы видим на конкретных примерах, что, скажем так, вот тот период, когда многие решения набирали фактически автоматически в парламенте, большинство голосов, он прошел, скажем так, определенный испуг, который испытали представители бывшей правящей партии регионов, он постепенно прошел, и продвижение каких бы то ни было серьезных реформанских законопроектов сегодня тормозится. Более того, мы можем заметить также и то, что, к сожалению, изменения происходят крайне медленно. Процесс люстрации, это касается не только чиновников, но в первую очередь судей, процесс люстрации затормозился, фактически спущен на тормозах. Процессы, скажем так, реформирования, очищения, реформы государственной власти также затормозились. Если ранее говорили о конституционном процессе, начале конституционного процесса формирования новой конституции, то сегодня фактически мы можем, если судить по риторике политиков, мы можем говорить о том, что и конституционный процесс как таковой остановился, точно так же, как под вопросом осталась и реформа системы местной власти. То, о чем говорили, децентрализация. Безусловно, в нынешних условиях децентрализация несет в себе определенные риски. Это мы видим, скажем, на примере ситуации на Востоке. Тем не менее, децентрализация как таковая необходима. Децентрализация и передача значительной части полномочий от центра в регион. Кто несет здесь ответственность? Здесь во многом ответственность лежит и на парламенте, и отчасти на кабинете министров, потому что, к вершему сожалению, не был предложен системный план реформ. Это правительство, безусловно, сделало очень многое, прежде всего, для стабилизации ситуации, прежде всего, для того, чтобы удержать эту ситуацию под контролем, возобновить управляемость процессов государства, что было крайне необходимо. Более того, она сделала, опять же, немало для того, чтобы восстановить боеспособность вооруженных сил. Вместе с тем, остается нерешенным целый ряд вопросов. Это и вопрос прозрачности бюджетного процесса, и вопрос понимания того, куда, как и зачем идут средства, вопрос налоговой реформы, вопрос бюджетной реформы. То есть целый комплекс вопросов нерешен, и можно говорить о том, что, к сожалению, действительно, для масштабных систем, что у правительства во многом не было системного видения. Я хочу со своей стороны сказать, что Национальный институт стратегических исследований, директором регионального периода, которого я являюсь, фактически уже где-то в конце весны представил аналитический доклад «Системный кризис в Украине. Передумовые риски шляхи подолань». Это своего рода обобщающий документ, в котором дано, скажем так, научное обоснование целого ряда необходимостей, целого ряда реформ. Касаются они и сектора безопасности, они касаются и вопроса экономических реформ, реформы государственной власти. Проблема как бы состоит в том, что далеко не всегда, скажем так, к мнению экспертов прислушиваются. Более того, мы опять же будем говорить откровенно, что в парламенте продолжают доминировать интересы различных бизнес-групп, которые, олигархические групп, которые, опять же, тормозят целый ряд реформ, потому что могущество наших олигархов базируется в основном на том, что на доступе, во-первых, к дешевому сырью, а второе – это, безусловно, дешевая рабочая сеть, где два фактора, которые позволяют получать сверхприбыль. Именно поэтому во многом было, скажем так, заторможено процесс увеличения ренты за добычу углеводородов. Если, скажем, по железнородному сырью там ренту удалось увеличить, то по углеводородам это, безусловно, скажем так, вызвалось достаточно серьезное сопротивление. Но если говорить о СКО, как говорят сейчас, как традиционно о хорошем и о плохом, но все-таки позитивы есть. Это прежде всего то, что Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Это важный шаг. Другое дело, что трудно идет процесс ратификации соглашения. Есть все-таки позитивные изменения в отношении, скажем так, имиджа Украины, положения Украины на международной арене. В особенности оно изменилось и после того, как был сбит малазийский Боинг. И тем не менее, скажем так, если Украина сегодня есть во многом уникальный шанс вновь вернуть в себе субъектность, перестать быть объектом игры крупных геополитических игроков. Есть возможность вернуть субъектность, есть возможность начать формирование некой самостоятельной позиции. Это касается ее самостоятельной позиции не только в отношении, скажем, США с Евросоюзом, но и более близкими, скажем так, партнерами страны Восточной Европы. Это Черноморская регион, безусловно. Я в качестве примера могу привести, скажем так, объединение Гуан, которое длительное время, ну скажем так, существовало в неком таком подвешенном состоянии. То есть, я хочу напомнить, что это объединение Грузии, Украина, Азербайджан, Молдова. Во временном президентстве Виктора Ющенко был дан некий импульс, она была трансформирована в более серьезную организацию с определенным статусом. И тем не менее, скажем так, слабым звеном на тот момент в рамках ГОМ оказалась Молдова, которая руководила на тот момент партия коммунистов, которая в конечном итоге, собственно говоря, и свела на нет все эти усилия по возрождению ГАМ. Сегодня есть реальные возможности для возрождения этой организации, все три из четырех государств. Во-первых, здесь общая схожесть проблем, фактически все четыре государства имеют определенные проблемы с непристанными государствами. Азербайджан, Натаногорный, Карабах, Молдова, Приднестровье, Грузия, Абхазия, Южная Сеть, у нас Крым, ну и учитывая ситуацию так называемой Донецкой и Луганской народной республики. Есть общие проблемы в сфере безопасности, есть определенные общие проблемы в развитии, скажем так, торговли, переориентации, развитие транспортной системы, почему? Потому что Грузия достаточно активно работает под увеличением, скажем, пропускных возможностей своих портов, первое, что все, порта Батуми. есть, опять же, общий интерес в уменьшении, в связи с Грузией, и Молдовой, и Украиной, в уменьшении зависимости от поставок российского газа. Поэтому, в принципе, такой шанс для возрождения, для формирования новой политики в Украине в Черноморском регионе сегодня существует. То же касается и отношения Украины со странами Вышеградской четверки. Есть, безусловно, опять же, есть и еще такие серьезные злиги, которые имеют долгосрочный характер. Мы здесь, прежде всего, можем сказать о активности гражданского общества, которая зародилась на Майдане, и сегодня проявляет себя самым лучшим образом, и мы это видим на примере того, что помощь волонтеров украинской армии зачастую оказывается эффективнее, намного эффективнее, чем аналогичная поддержка со стороны государства. К сожалению, как раз в сфере контроля над властью здесь успехи гораздо меньше у гражданского общества, и во многом это связано, опять же, с тем, что война отвлекает очень серьезные не только, скажем так, государственные ресурсы, но и значительная часть той же самой энергии гражданского общества, которая в других условиях могла бы быть направлена на изменения в стране. есть, если говорить опять же о стратегическом моменте, все-таки появляется, если до этого в Украине сформировалась некая научный термин гуманитарная регионализация, когда каждый из регионов отстаивал некие свои ценности. Действительно, история Украины достаточно сложная, и действительно у многих регионов есть свои, скажем так, специфика, историческая специфика, то события, которые происходят сегодня, дают шанс нам на то, что будет в конечном итоге сформировано и единое гуманитарное пространство в Украине. С некими новыми смыслами, с некими новыми ценностями. Это также процесс очень сложный, учитывая, что, скажем так, фактически все, что существовало до сих пор в Украине, которое существовало до сих пор, это все-таки была перелицованная, подправленная на все-таки Украинская Советско-Социалистическая Республика. То, что сейчас рождается, это все-таки новая Украина и, наверное, задача гражданского общества и тех политиков, которые все-таки стремятся к изменению в стране, это состоит в том, чтобы не дать погаснутому импульсу, который был дан на Майдане. Вкратце так, я рассчитываю на вопросы. Вопросы правильные ли? Я поняла. О том, что от этой Рады и от этого правительства не стоит ждать ни реформ, ни и иллюстрации. Не, ну, во-первых, от правительства все-таки со своей стороны определенные шаги предпринимало, я говорю, здесь можно говорить скорее о отсутствии системности этих шагов, потому что фактически работать приходилось с колес и финансовое дело в том, что кризис в Украине, экономический кризис, он носит системный характер. То есть он касается практически всех сфер, то есть начиная там энергетика, экономика, бизнес, предпринимательство. Решить это путем там, ну, как бы сказать, латания, вот сейчас то, что пришлось сделать правительству, это фактически латание дыр, которые возникли, тех проект, которые возникли благодаря политике предыдущего руководства. Другое дело, что, скажем так, сваливать всю вину исключительно созданной системой, которую, к сожалению, сломать не удалось. Понятно, что еще необходимо понимать следующее, это правительство все-таки было не техническим, это правительство было, ну, было, остается оно фактически, является коалиционным, все равно созданное по квоте различных партий, с учетом интересов бизнес-структур, с учетом интересов бизнес-групп, которые стоят за теми или иными партиями. Ну, давайте говорить как бы, ну, правду, потому что и естественно, что каждая партия, принимая какие-то кадровые решения, преследовала свои экономические интересы. Поэтому ожидать того, что будет, скажем так, что чиновники пойдут на реформу самих себя, ну, как-то очень, очень даже проблематично. Можно ли ожидать в Украине таких реформ, как провела, допустим, Грузия, не так давно, и все мы понимаем, что реформа в Грузии спонсировала Соединенные Штаты Америки, да, и контролировала это жестко, все серьезно. Может ли Украина рассчитывать на ту же схему? По идее, да, тем более, ну, во всяком случае, то, что касается сектора безопасности, это не только армия, да, это и правоохранительные органы, это и спецслужбы, безусловно, она может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Да, это будет, наверное, сделать немного сложнее, чем Грузия. Здесь и масштабы страны, безусловно, и, опять же, не стоит забывать о том, что там уволят несколько, там, десятков тысяч милиционеров, там, полицейских в Грузии, да, и уволят у нас, там, несколько сот тысяч, да, одномоментно полицейских в Украине. Это все-таки немножко другие масштабы, и будет иметь, скажем, тут тоже определенные социальные последствия. здесь просто я говорю, что во многом это связано с масштабами Украины, и сделать, Грузия во многом стала полигоном. Грузия во многом стала полигоном, но вот как раз в сфере улучшения ведения бизнеса, например, для того, чтобы дать толчок развитию бизнеса, потому что любой, кто хоть как-то пытался заниматься предпринимательством в нашей стране, может рассказать о том, с какими проблемами он сталкивался. И при регистрации предприятия, и при открытии, и при получении кредита, и многое другое. Это тоже очень важный сектор, про который мы не должны забывать. Грузия поднялась во многом благодаря тому, что были осуществлены не только реформы правоохранительных органов, но и значительно улучшенные условия ведения бизнеса. Если дать сегодня толчок бизнесу, это соответственно, если говорить по цепочке, то это соответственно увеличение и рабочих местах, и поступления в бюджет, и многое-многое другое. И об этом тоже не надо забывать, о том, что весь грузинский опыт мог бы нам тоже помочь. Какова вероятность того, что люди, которые народные депутаты которые были в партии регионов, сейчас перекрасившись и войдя под другие знамена, тоже в партии развития Украины, войдут в Раду? Да, вероятность безусловно велика. Мы можем видеть по результатам скажем выборов той же самой на Одесской области, где в опече за исключением одного округа на второе место вышел Сергей Тегибко. Вот это во-первых. В Харькове например те же самые позиции Михаил Дубкин занял. Вопрос даже не состоит не только в партии развития Украины. Почему? Потому что если это новая партия вопрос будет вопрос скажем так у нас если говорить о выборах то лежит не только в плоскости опять же переизбрать Раду вопрос по какому законодательству она будет проходить. Почему? Потому что если будет опять же идти по той же системе которая есть сейчас то есть смешанная система то гарантированно мы получим тех же самых тушек только под другим другом другой разновидности. А если учитывать что мы живем опять же по конституции сейчас уже образца 2004 года в которой формирует правительство формирует парламент или коалиция правящих партий то это будет иметь соответствующие последствия и на процесс формирования правительства и на процесс принятия законодательства принятия законов ведь практически те кто принимал участие в избирательных кампаниях знают что сегодня это очень дорогостоящие мероприятия поэтому позволить себе например на выборы по мажоритарному может только достаточно зажиточный человек либо имеющий безусловно какие-то связи с крупными финансово-промышленными группами поэтому много зависит от того будет ли изменено законодательство если говорить даже как минимальное решение даже чистая пропорциональная система которая существовала там 2000 ну проходили выборы 2006-2007 она даже в этом плане она все равно лучше чем смешанная почему потому что все-таки там большая политическая структуризация ну а если говорить о перебежьях давайте не будем удивляться тому что даже будут они будут не только в рядах партии развития Украины будет достаточно большое количество фейковых партий если так выражаться сленгом потому что да у многих вызывает вопрос уже сегодня почему скажем так раскручивание фигуры Ляшко почему партия партия Ляшко которая не имеет наверное какой-то там четкой выраженной идеологии это фактически партия одного человека и я не удивляюсь тому что в какой-то момент мы увидим в списках этой партии например достаточно количество знакомых нам лиц только принадлежавших до этого например партии регионов или сыгравших роль тушек в своем парламенте поэтому и будет это и это причем скажем может быть не единственный проект другое дело что эти досрочные выборы они будут фактически по принципу как говорится близкрига потому что на всю предвыборную кампанию кругом бегом уйдет месяц на избирательную агитацию уйдет еще меньше и фактически партии будут пользоваться теми уже как бы используют тот ресурс и дивиденды которые они имеют на настоящий момент времени на раскачку нет времени на появление новых проектов нет времени на раскопку этих новых проектов нет но фейковые партии вполне могут быть знаете как у нас кадровые резервы кадрированные дивизии была украинская партия кто помнит о том что когда она была создана она в данном случае возрождена история у нее определенная есть она не из новых она вполне может принять участие в выборах вот опять же как в каком качестве будет ли она играть роль просто оттягивателя голосов каких-то определенных либо наоборот скажем будет претендовать на какие-то возможно там прохождение либо вхождение в блок опять же многое многое зависит от того будут ли разрешены блоки или только политические партии вопросов на самом деле сейчас не меньше чем ответ такой может быть вопрос немножко риторический что должно делать гражданское общество чтобы реформы пошли быстрее в Украине ну и соответственно иллюстрации тоже если говорить о гражданском обществе слабость наверное есть сила нашего гражданского общества есть все-таки определенная слабая сторона потому что гражданское общество все-таки как бы сказать сетевое есть такой принцип почему очень часто сетевым сообществом сложнее бороться с иерархией любое государство это иерархия это вертикаль иерархии очень сложно бороться с сетью потому что она как бы не имеет четко определенного лидера четко определенного вождя и ликвидация там или скажем нейтрализация одного из них это и вовсе не означает что сеть как таковая разрушится слабость состоит несколько аспектов первое когда сейчас говорят о смене чиновников о иллюстрации чиновников давайте будем откровенны чиновник достаточно действительно специфический вид ну то есть профессии потому что можно быть прекрасным революционером можно быть хорошим гражданским активистом но тем не менее при этом не быть способным потому что чиновничество налагает работа в органах госпластина она налагает целый ряд ограничений целый ряд ограничений целый ряд каких-то функциональных обязанностей очень много в той же самой государственной работе она просто это документ этот самый кругооборот документов в природе без каких-либо конкретных действий и я не уверен что ну далеко все с одной стороны не все готовы морально-психологически скажем пойти на эти должности во вторых не для каждого это работа потому что госслужба это очень сложно меняемая система потому что например во всех странах где проходила реформа госслужбы она проходила не в один год там затрагивала несколько лет причем это в странах со стабильными государственными институциями с давними традициями парламентаризма и всего прочего потому что бюрократию сгрену с места очень сложно поэтому проблема гражданское общество это как раз во многом кадровая проблема что может сделать с одной стороны она продолжает делать то что она и делает то есть собирать материалы у коррупции как-то как говорится прелюдивая обращаться понятно что это как бы обращаться в правоохранительные органы на сами правоохранительные органы но тем не менее делать и тем не менее и второе это все-таки формирование как бы это не звучало кадрового резерва почему потому что смотрите у нас следом за выборами парламентскими в 2015 году уже должны быть выборы местные и очень многое зависит от того кто и как будет представлен в местных советах тем более что выборы местных советов все-таки дают определенные возможности и проявиться новым людям пусть даже они скажем не выходят на общенациональные уровни но на самом деле как показывает опыт местные события интересуют людей местные проблемы интересуют ничуть не меньше чем общегосударственные и еще один аспект из всего этого это безусловно широкая и очень серьезная информационно-развитительная работа к сожалению государство сегодня этим не занимается государство не занимается скажем даже говоря старым добрым языком контрпропаганды и даже пропагандой агитации которая по идее должна заниматься разъясняя негативные последствия сепаратизма разъясняя речь не идет даже там об уголовной ответственности за это должно быть просто разъяснено к каким экономическим последствиям это все приведет к каким просто личным потерям это приведет то есть широкое разъяснение информационно-развитительная работа широкая разъяснительная работа среди населения и здесь как раз усилие волонтеров как раз вот этого сетевого сообщества может сыграть очень важную роль то есть вот где-то вот такой вот перечень как бы и перечень задач которые сегодня стоят перед гражданским обществом вопрос я пришел к решению опоздала может вы уже говорили об этом у меня вопрос такой мне кажется что если бы мы объявили официально военное положение в стране это решило бы очень многие проблемы тем не менее это не происходит значит я понимаю что у правительства есть какие-то резоны не объявлять что это за резоны и насколько они сильнее тех выгод которые нам сулит объявление военного положения